друзья всем привет меня зовут татьяна севаченко это канал знания для жизни и сегодня у нас в гостях ведущий реальных новостей канала страна для жизни евгений соленков евгений здравствуйте здравствуйте давайте сразу определимся мы на вы или на ты ну конечно на ты мы же знакомы очень давно да хорошо да женя скажи пожалуйста с 2020 года тебя очень многие знают белорусы но до 2020 года я знаю ты уже 15 лет как живешь в литве расскажи пожалуйста чем ты здесь занимаешься точнее занимался до вот этой революции то это очень правильная постановка вопроса чем я здесь занимался 15 лет я жил в литве ну что такое жизнь в любом месте в любой стране ты я здесь приехал учиться сюда в 2005 году в ягу когда он только открылся после того как был закрыт в минске тогда это был университет в изгнании и это было что-то новое невероятное волшебное закончил университет магистратуру со второй попытки и все дальше обычная размеренная жизнь семейная жизнь рабочая жизнь и скажем так в последние если еще в студенческие годы я ну максимально был связан с белорусской повесткой и и бывал на разных встречах тут же проходили встречи и белорусов и приезжали сюда какие-то политики и обсуждали с тем и вот наверно после 2010 года после площади вот после всего этого я уже и потом закончил магистратуру и от белорусской повестки не то чтобы открестился но она ушла далеко на второй план потому что ты просто живешь строишь свою жизнь быт и ездишь в беларуси в гости к родителям и в качестве туриста и от этого беларусь кажется прекрасной но есть же такая вещь что родину проще и крепче любишь из-за границы вот вот это моя история а какую специальность заканчивал бакалавериат я закончил это было такой курс был недолго он существовал конечно в его белорусистика это история культурной антропологии беларуси но я думаю что это вообще шикарный опыт жизненный не только в плане учебы там получения диплома но и преподаватели которые были у меня слушает а тот мы вот я до сих пор скажем так как прошла учеба у меня до сих пор есть конспекты по некоторым предметам и я их открываю иногда перечитывать чтобы напоминать ну немножко там в памяти поднимать какие-то вот моменты которые на удивление пригодились спустя много-много лет вот в двадцатом году магистратура закончил это паблик полисе было публичная политика так что я этот дипломированный политолог оказывается о как интересно но я так понимаю все равно белорусской повесткой ты интересовался очень глубоко все эти годы почему после 2010 года ты вот отрекся это было не отрекся это это такая знаешь наверное не совсем правильная формулировка я просто стал меньше внимания обращать на вот эти все внутриполитические процессы потому что я бы сказал что было определенное разочарование и вот после после десятого года после площади после вот этих всех разгонов и ну до этого же еще у нас извините были выборы и скажем так что смотри если так очень кратко давай вот просто очень кратко это всегда было интересно еще со школьных времен мне привык повезло с учителями в школе ну скажем некоторые из них весьма четко ясно выражали свою позицию объясняли почему то что происходит в белоруссии есть не очень хорошо мне повезло с родителями с которые адекватно оценивали постоянно происходящее в стране поэтому ну не переживать и не возмущаться было невозможно потом был ягу и это понятно когда ты учишься в университете который был закрыт по надуманным причинам в минске хотя причина была только одна и очень понятная потому что если человек который решил руководить страной вдруг решает что он должен руководить этими процессами в том числе назначать ректоров университетов его был тот университет который сказал извините пожалуйста но и же академические свободы поэтому давайте ваши на тот момент еще не синие пальцы но вот эти вот большие крепкие не суньте не в свое дело ну собственно потом и и университет был закрыт санстанция закрывала еще кто-то но это же знаменитая смешная история белорусские вот и бегу я тоже не мог быть вне повестки ну ты не мог быть еще мне повезло с моими одногруппниками которые приехали учиться сюда за уже что-то закончу в беларуси кто-то там переводился на заочку и это было здорово потому что это ты находишься рядом с людьми у которых явно более богатый жизненный опыт больше знаний и это был процесс обучения постоянно то есть ты учишься на занятиях и ты учишься и слушаешь ну скажем так все людей которые в белорусской вот этой белорусской повестке у белорусской дуб белорусской думки вот то очень много лет находились и я не мог быть вне этого и не хотел потому что ну я скажем так очень долгое время еще верил что знание диплом мы получаем не зря потому что рано или поздно в беларуси все это закончится казалось тогда что рано вот оказалось что до сих пор уже поздно еще и пока ничего не закончилось но сейчас радует этот процесс который идет вот а по почему почему да потому что есть бытовые вещи тут не надо выдумывать и что-то философствовать у тебя но появляется семья у тебя есть другие заботы и какие-то вещи там отходят на второй план ты начинаешь просто строить свою жизнь и твоя задача сделать так чтобы ну твои близкие были обеспечены жили спокойно и ты вместе с ними поэтому ты работаешь вовсю делаешь что что умеешь то что можешь и особо не тревожишься по происходящему а где ты работал после университета у их где я только не работал по специальности я ни разу не работал мы все еще смеялись в игру что мы получаем дипломы которые будут лежать на полках ну вот видишь в двадцатом году пригодились во всяком случае знания для жизни что это знание для жизни а не так для диплома вот работа разные были работы в общем наверное первое такое где какие-то там стабильный был доход я участвовал очень много в деятельности молодежных организаций вот одной молодежной организации назывался на молодежная инициативная группа там было очень много русскоязычных проектов работа с русскоязычной молодежью литвы прибалтики европы в целом и да и там вот я выполнял какие-то функции такие знаешь начал там с человека водителя который всех подвозил куда-то на проект и ну понятно что тебе платят деньги за то что работаешь да и и постепенно втянулся там во всю эту деятельность потом у меня был период когда у меня была офисная работа и продавал матрасы по телефону в россии по телефону в россию знаменитые вот эти всякие ну назовем так магазины на диване чтобы не рекламировать какие-то компании и каждый раз из вильнюса ты звонишь куда-то врать на российские номера и говоришь что здравствуйте евгений там магазин такой-то город москва и думаю как я обманываю классно людей но там я долго не смог работать потому что видимо все мои разговоры перетекали в то что я выслушивал как тяжело жить людям в россии как у них ни на что нет денег меня критиковали мои ну вот эти супервайзеры и говорили что ну надо не про это а про то что им нужно объяснить как сильно им нужен тот или другой матрас и я понял что ну морально я это не просто не выдерживаю не вывожу я там наверное полгода проработал и ну послушай у меня никогда не было какого-то знаешь как есть люди вот они одаренные в иностранных языках вот это мимо меня вот у меня отец он по дипломам специалист французского английского языка меня природа здесь обошла ну типа это не твое парень даже даже особо не напрягайте поэтому без нам хорошего знания хорошего даже там идеального знания литовского ты особо никуда не устроишься на такую работу которая тебе бы приносила хотя бы минимальное удовольствие но деньги бы приносила я еще в студенческие годы работал помощником поваров пиццерии это были одни из самых сытых периодов моей жизни потому что там часто есть пиццы на выброс но ты пока и выбрасываешь до подъедаешь да это было хорошо это было полезно и полезная работа да и учитывая что здесь во времена студенчества у нас была бурная поза поза учебная деятельность мы там играли в квн ездили везде выступали в веселились даже в минске играли когда-то представь представляя литву вот и вот оттуда мои друзья знакомые вот эта дружба там внутри командная потом привела к тому что я понял что оказывается деньги можно зарабатывать тем что просто брать микрофон шутить в него но только на частных мероприятиях и как бы это странно слово не звучало этом от него когда-то открещивался но это знаешь ведущие мероприятие ну как у нас принято говорить тамада но хорошая работа да мне мне все нравилось она конечно съедала все время потому что надо было как-то обозначить себя продвигать но вот спасибо моему коллеги который меня прикрывал все мои вот эти отсутствие на встречах с потенциальными клиентами и вот да много много лет мы просто ведем мероприятие и ты продолжаешь я так понимаю до сих пор вести эти мероприятия ой слушай это очень сложная тема сейчас да я продолжаю потому что есть же огромный так получилось что у нас ну допустим вот в двадцатом году все это началось и когда я вот попал во всю вот эту деятельность и ютубовскую белорусскую но 21 год и там часть 22 уже были расписаны ты не можешь сказать людям извините я передумал я теперь занимаюсь вот этим в какой-то момент я думал что мне будет это сложно делать но сейчас я понимаю что вот пришел сезон лет не учитывая что были карантин и особо ничего не происходило но не могли быть эти мероприятия сейчас пришел летний сезон и я понимаю что это абсолютная душина кроме того что ну вот эта работа которую ты умеешь делать тебе это делать весело и приятно ты но для меня это сейчас еще отдушина вам возможность снять стресс вот этот вот весь ютубовский потому что это сложно морально вывозить все скажи а как ты попал в страну для жизни интересовался ли ты раньше роликами может быть сергей тихановского ой ну смотри раз ты разговор по душам роликами сергей тихановского парочку роликов какие-то отрывки я видел наверное в девятнадцатом году вот это первое что увидел на меня это не сильно зацепило потому что это было немножечко в на тот момент далекая история вот что-то происходит в беларуси есть блогер который поехал так смотришь на мышну правильно делается потому что весь белорусский youtube он же в целом очень похож на российский в россии есть русскоязычном ю тубе тот который больше российский там есть похожие примеры и ну для меня это было такой ну слава богу кто-то в беларуси до этого додумался и круто что он ездит и показывает как она на самом деле и потом наверное когда я уже так стал пристально следить ну скажем послеживать это уже после момента когда появилась новостях о том вот этот ролик где сергей тихановский говорит о том что он выдвигает свою кандидатуру на выборы двадцатого года и я так погодите что 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 да ладно вот это смелый вот это смелый человек как он вообще до этого додумался куда он лезет и да тогда уже начал пересматривать там момент его задержания и понеслось вообще когда началась эта предвыборная компания гонка там как уду как компания неудачно это компания шла тяжело нашла для для всех тех кто был заинтересован в переменах ну вот с весны до двадцатого года я вот как-то глубже окунулся во всю вот эту политическую повестку а в сами новости как ты пришел можешь рассказать это долгий путь давай начнем наверное тогда с июля месяца двадцатого года когда мне позвонил один знакомый с которым мы давно знакомы в общем никого ни для кого не секрет что в литве там огромное количество белорусов было еще и до двадцатого года потому что многие уезжали кто-то уезжал учиться кто-то строить бизнес понимаешь что это невозможно сделать беларуси и вот мне позвонил один мой знакомый с которым мы пересекались на разных там белорусских сустречах тусах концертах и так далее и позвонил говорит слушай есть есть вопрос будет ли у тебя время в с августом и по моему с 1 августа стартовали там на зубре была такая платформа инициатива зубр и он говорит там нужно будет освещать повестку вот предвыборную за неделю до начинается первый эфир и в день выборов и после там несколько дней будем мы просто освещать прямом эфире все что происходит я вот у меня попросили найти ведущего я подумал про тебя и я ему сразу ответил да конечно потому что у меня мотивация была только одна потому что учитывая все то происходящее на вот это вот пробуждение гражданского общества я понимаю что там за последнее все на количество лет который я провел здесь и вот в двадцатом году максимум что я могу сделать для беларуси ну вот для той которая там где-то в сердечке это вот поработать по провести эти стримы и донести до людей повестку рассказывать да думаю да я могу и я хочу потому что мне это важно и вот мы отработали там неделю эти дни выборов и ну дальше стало понятно что сейчас зубр же трансформировался студия медийная сейчас там маланка и дальше вот мы там общались с теми кто начал всю эту тему зубра маланки с рукава с пашей мариничем который сейчас руководит маланка и мы договорились что он говорит все здорово все понравилось как ты это делаешь как работаешь мы там осенью где-то стартанем поэтому будем на связи и с осенью запустим какой-нибудь youtube канал ну и вот в этом ожидании я провел некоторое время до конца сентября наверное потому что я знал что вот-вот все это запустится стало понятно в первые там недели после выборов что эта тема протеста и всего происходящего это не закончится не не сегодня не завтра не в двадцатом году как бы не хотелось в это верить и в момент этого ожидания опять позвонил мне тот же товарищ который привел меня на зубр и сказал слушай тут такое дело в общем канал страна для жизни тихановского они хотят возобновиться ну вот его пока его нет но тогда казалось пока это ну вот там пару месяцев может все все получится тихановский выйдет на в общем запускает хотят туда записывать новости чтобы поддерживать канал пока тихановский вот за решеткой я говорю да окей давайте потому что тогда еще не было понятно как там как там будет вот это маланка и все остальное и я подумал ну на пару выпусков говорят пару выпусков там раз в неделю что-то попишем я говорю окей и вот так я попал на страну для жизни пришел пописать и понеслось пару выпусков там 12 в неделю превратились в 7 7 рабочих дней в неделю по 24 часа в сутки сколько у тебя занимает по времени написать одну новость нашли один выпуск да ну вот смотри вот сейчас мы сидим здесь с тобой разговариваем и мне нужно написать выпуск нам еще с немножко перешли на такой формат даем друг другу отдохнуть поэтому тоже месяц он так идет я думаю что до осени будем формате один большой выпуск в неделю там несколько интервью на канале и вот я сейчас пишу его и учитывая что ты неделю просто читаешь все что есть смотришь весь youtube делаешь себе какие-то заметки отметки пометки вот я сейчас мучаюсь у меня написано две страницы для полноценного выпуска и должно быть ну 10 и много занимает по сути у тебя занимает у тебя нет особо вот знаешь как когда вы читаете новости в свободное время нет ты читаешь новости потому что тебе нужно быть в повестке ты что-то собираешь и потом вот тратишь несколько часов на написание выпуска несколько часов в тону часов 8 потому что но я же еще такая вещь что ты написал тебе не нравится как ты написал начинаешь переписывать и все это занимает много времени тем более сейчас потому что когда есть такая штука что ты раз в неделю пишешь выпуск тебе хочется сделать его прям идеально хорошим и а учитывая самокритику это не всегда получается когда мы были формате 5 выпусков неделю плюс стримы там по выходным это писалось быстрее там до нового года писал выпуск за четыре часа и потом плюс запись и уезжал на работу на радио еще на радио работу русс радио балтии уже столько времени ты тратишь на работу я знаю что ты женат и у тебя трое детей как ты находишь время на свою семью очень плохо жена к этому поддерживает ли тебя ну смотри да разговор по душам значит где-то осенью когда вот это все еще в августе значит мы стрелялись там на зубре все это говорили осенью когда началась страна для жизни где-то на второй неделе я понял что времени у меня ни на что нет и не будет очень долго поэтому дома пришлось обозначить что слушай извини я на фронте короче у нас там вот в стране вот это все происходит ты все видишь ты знаешь вот моя работа сейчас такая я делаю максимум что могу не могу сказать что это было встречено супруга это восприняла как я все понимаю вот тебе рюкзак винтовкой иди короче возвращайся там через пять лет когда освободите минск да ну то есть ну она понимает да она знает что это тема мне близко она знает что мне это болит она все все время нашего знакомства знает нас насколько я вот интересуюсь смотрю несмотря на то что там не не был замечен в какой-то особой деятельности все равно же я все время слежу за этим как говорит мой коллега говорит ну наконец-то теперь было понятно зачем ты все эти годы читал новости возмущался и психовал вот видимо за этим потому что наконец-то это где-то выливается сложно время скажем осень вообще прошла отвратительно тяжело вот у меня в плане если говорить о какой-то жизни вне работы потому что ты с утра был с утра ты приезжаешь пишешь тексты потом ты записываешься потом уезжаю на радио провожу там два-три часа и возвращаясь еще подписать с кем-нибудь интервью либо начать писать на завтра выпуск потому что ну это же сложно когда ты немедленно входишь так постепенно вошел в работу ты просто окунаешься вот здесь и сейчас и надо полностью выкладываться да поэтому это было сложно я утром видел детей потому что их отвозил в школу и в сад и вечером приезжаешь и заходишь к ним в комнату говоришь спокойной ночи вот примерно так тяжело наверное так же знаешь там на кураже осенью это было нормально это потому что в целом когда у тебя что-то в жизни меняется привычный твой жизненный вот расклад и расписание меняется ты ну и ты получаешь удовольствие того что делаешь есть какой-то кураж и тебе все в порядке но вот я так продержался до января месяца в январе конечно когда ты понимаешь так понятно это все новым годом ты понимаешь что это не закончится на новый год но у тебя были какие-то надежды знаешь ну а вось ну ну вдруг ну мало ли там непонятно на что надеешься как как и сейчас в целом вот и да потом пришло какое-то осознание что все очень морально я прям вот в конец января февраль я помню как я выгорел просто жутко выгорел и мне стало очень тяжело и писать и вообще в целом тяжело переносил вот это состояние когда ты не можешь быть максимально много с детьми не можешь быть много дома и несмотря на все их понимание все но дети же это очень искренние люди ты слышу а ты опять работаешь а ты опять на работу или там приходит какой-нибудь воскресенье у нас закончились стримы по воскресеньям потому что это перестало иметь смысл потому что нет ни о чем говорить до ушли вот уличной акции ой а ты сегодня дома слышишь ты от ребенка и думаешь блин вот что-то короче я не так делаю и вот да это был такой сложный период когда я начал ушел тогда с радио после нового года у меня появилось это время и ты заканчиваешь запись новостей летишь домой забираешь их из школы там быстро с ними на улицу хотя бы час-полтора чем-то поговорить потусоваться чтобы у них было ощущение вот он папка и у нас папкой все весело и потом там едешь вечером на очередные эфиры что-то дописывать сейчас летом вот пока у нас скажем на летнем режиме страна для жизни сейчас времени больше да и она все там у тебя есть какие-то увлечения хобби сейчас все мои увлечения хобби это новости из тех увлечений над которыми смеется моя жена и мои близкие друзья это рыбалка ну давай ну будем открыть да это я собираюсь на рыбалку обычно полтора года каждую неделю вот там все на следующий раз на следующей неделе я поеду в последний раз ты была пару недель назад но прямо-то была такая вот классическая рыбалка во всех понятиях понятия когда ты когда ты едешь с ночевкой понимаешь что тебе не нужно возвращаться домой ты можешь хотя бы сутки расслабиться я кое-что даже словил да это хорошо слушая ноги я первый раз за последних наверное три года у всех таких рыбаков как я вот среди моих друзей мы оправдаем все свои траты денежные на снасти инвестиций но мало ли будет конец света там закончится электричество у нас есть удочки мы прокормим себя вот инвестиции ни разу не окупились но да вот в этом году я съездил и за два года впервые там были и щуки и окуни и большие и я прям счастлив был как ты думаешь скоро придут беларусь перемены я имею в хорошую только сторону а я думаю что в хорошую сторону значит смотри надо быть максимально позитивным это сейчас очень сложно делать но если так позитивно смотреть на вещи пилору перемены в беларусь пришли в двадцатом году я на самом деле ну вот когда начался весь этот движ предвыборный когда даже здесь в литве это было настолько ощутимо сколько оказывается беларусов литве какие очереди были на голосование в сам в посольстве там в день в день выборов эти лица светящиеся какая-то надежда мне кажется что это невероятные перемены в беларуси они уже начались потому что есть такое ощущение мы когда вот с моими друзьями из литвы здесь их здесь они есть потому что этот был пол жизни живу пока еще не полно очень долго мы очень любили ездить в беларусь потому что там классно там все недорого очень более открытые люди чем в литве ну то есть они проще общаются и но вот это ощущение в общественном транспорте я не говорю что это проблема только беларуси в литве это тоже можно наблюдать это очень грустные лица в беларуси беларусы это всеми грустные печальные люди говорю не про всех я думаю что зритель поймет о чем ты входишь утром автобус я так в школу ездил все детство захочешь в автобус и все этой грустные едешь потому что ни одного улыбающегося лица а вот это то что случилось этим летом беларусы вот мы начали улыбаться друг другу это очень круто и это такая очень позитивная перемена потому что какое-то ощущение вот это единение наконец воскрешение воскресло белорусское гражданское общество как как-то такой немножко хаотичный процесс вот был какой-то фундамент все время который старательно зарастал сорняком вот этим вот ну как который всячески всячески помогала ему прорастать вот это вот белорусская идеология в последние 20 лет 26 страшные цифры конечно но фундамент он какой-то был и мне повезло общаться с преподавателями людьми которые и были политической повестки и очень хорошие преподаватели истории были и политологии и вот этот фундамент он в целом был у нас была часть какая-то общество гражданского ну не тебе ли не знать как человеку который был занят во всем во всем этом движим назовем так много лет ты понимаешь что вот она что то есть но она никому не надо но большинство абсолютно было не надо все все устраивало но на же стабильно у нас все классно тут вдруг все поняли что все не классно там много лет убивали людей вот события августа прошлого года вообще как бы вывернули наизнанку так приоткрыли глаза людьми ты понимаешь что круто что начинается вот на этом фундаменте который был начинается хаотичная не совсем дот дарна хаотичная самое правильное слово строительство белорусской нации вот вот мы возрождаемся вот так вот мы строим себя и это конечно вот она та перемена которая круто но это скажем больше такие какие-то абстрактные вещи перемены в плане позитивном на в политическом экономическом поле в вообще в гражданском обществе в понимании людьми что вот эмоции же прошли и вот где-то уже вот этот переход от эмоций вот он сейчас наблюдается часть тех кто на эмоциях пришел во все во весь этот протестное во все движение они сейчас в состоянии как мне кажется ну посмотрим что дальше в целом неплохо же жили чем и переживали есть и такие не надо об этом молчать но вот этот переход от эмоций какому-то осознанному вот к осознанным действиям пусть протестным там во многом да потому что сейчас же все все действия не по протестное чтобы ты ни делал вот это очень крутой позитивный момент и перемена а в целом все случится когда когда люди когда люди поймут что живя в рамках закона они могут делать вот все что угодно в этих рамках творить создавать зарабатывать деньги строить что-то новое вот тогда будут перемены это будет круто когда это произойдет дата многие говорят что вот уйдет лукашенко непонятно как конечно выпустят политзаключенных у нас пройдут новые выборы но давайте не забывать что не про не будет чудо и все чиновники на всех уровнях и всех рангах все те кто фальсифицировал выборы все те кто судил они никуда не денутся и их не будет каких-то невероятных иллюстраций и вот это будет сложный процесс пока не сменится поколение вот пока вот эти люди не уйдут и на их место значит я живу в литве 15 лет и в момент когда я приехал это был 2005 год это уже 15 лет по сути независимой литвы да вот там 90 90-х и я когда приехал вильнюс мое первое впечатление было да ладно это европа да ладно да вы что потому что ну минск в сравнении с вильнюсом это ну вильнюс выглядел печально не потому что он там был сильно развален но и в целом это был не такой современный город как сейчас и вот эти вот старые троллейбусы кривоватые улицы не ухоженные здания но ты уже потом осознаешь что ну это не прелесть диктатуры в том что у тебя красиво как раз таки при прелести свободной рыночной экономики нормального ну вот демократического устройства это когда все это происходит постепенно и без приказа сверху все приходит в порядок через тендеры через желание людей и так далее ну в общем я к тому что у нас очень долгий процесс будет вот этот перемен к лучшему я думаю что если завтра вот сейчас выйдет это видео если завтра вдруг уходит лукашенко я там через лет 10 мы это ощутим потому что вы сейчас разница там вильнюса литвы 2005 года сейчас то небо и земля и я прям кайфую тащусь от того как у них идет этот процесс надеюсь нам повезет тоже когда да но у нас есть опыт уже опыт соседей мы живем все-таки немножко в другую эпоху потому что там 15 лет назад вообще нечего сравнивать и экономики и белорусскую литовскую в плане не было там эти сектора какого-то не было в общем на другое делала ставка я думаю что мы этот путь пройдем быстрее чем литва вот с момента смены власти не властины с момента с момента жизни по правилам мне когда справиться часто спрашивали берусь ой что-то литва там тоже не фонтан но так везде не фонтан и самый большой плюс литвы в этом всем что ты живешь и играешь здесь по понятным правилам вот у тебя есть правила не прописаны в законах я не говорю что тут нет коррупции на есть там есть какие-то связи родственные и так далее но у тебя есть понятное правило и ты если их нарушаешь ты отвечаешь по понятному своду вот закон тебе не придут неожиданно назовем это так надеюсь что у нас тоже будет такой безболезненно и мне очень хотел сейчас коленка в кадр влезла я в шорту все в порядке что бы ты сейчас хотел пожелать белорусам которая находится непосредственно в беларуси ой какой сложный вопрос я об этом говорю часто и скажу наверное сейчас вот то очень бы хотелось я бы хотел пожелать всем кто находится в беларуси не оставаться равнодушными не оставаться равнодушными в том плане что меня больше всего пугает что вот этот накал насилия градус несправедливости он становится обыденным и на него перестают обращать внимание у нас даже в риторике лидеров демократических лидеров лидеров оппозиции очень часто можно услышать что вот это беспрецедентные пытки там в августе-сентябре убийство насилие со стороны силовиков но ведь это все осталось причем каждую неделю появляется новости о том что в там в той в тюрьме в другой колонии все все это продолжается силовики мы об этом говорили в новостях что не ровен час начнут приходить домой они приходят домой и я по себе знаю что я очень сильно очерствел вот за все это время когда ты же потому что но не когда ты через себя пропускаю все эти новости начинаешь сходить с ума я серьезно говорю поэтому ты вынуждена становишься максимально черствую сейчас когда мне в личные сообщения присылают очередную историю а это очень сложно переживать когда тебе в личные сообщения сыпется очень много там про вот моего сына посадили вот там мать моя сидит и все это читаешь и я раньше просто сходил с ума сейчас я это читаю ну да да это так там можно долго и что вот вот циничный там говнюк циничный ничего нормально такое слово это я мягко еще подобрал можно и так но по-другому просто невозможно потому что уже надо было бы в дурочке лежать если бы там все это все это там в течение такого времени переживать сильно вот мне очень хочется чтобы люди не были равнодушными причем это равнодушие но же ты можешь я неравнодушный я переживаю минимальная поддержка ты ну можно же писать письма политзаключенным можно ты просто на улице встречаешься взглядом это же сейчас люди мне кажется когда ты идешь по городу ты глядя в глаза человеку ты понимаешь на какой он стране потому что если четкое разделение да там на белую светлую и темную сторону ты знаешь что на твоей на светлой стране даже вот такое там улыбаться друг другу проявляет ну это может звучать так знаешь как-то во всей этой истории даже немножко странник эти походите улыбайтесь тут вокруг убивает людей вот да мне кажется что надо не забывать что вокруг убивает людей и пожелать вода не оставаться равнодушными и не терять веру мне знаешь что мне немножко грустно от того что вот они там за границей сидят эти все вот лидеры наши и ничего не делают я думаю что ничего не делать потому что люди перестали люди сейчас ну очень круто же работает пропаганда в белорусской они круто работают потому что они максимально стараются перебивать повестку и весь негатив ты смотришь новости понимаешь что это все негатив ты не не думаешь что вот лукашенко молодец поехал в брестскую крепость а минерс нес свою чушь ты смотришь просто злишь и злишься на это но при этом забываешь посмотреть ну в другую сторону и посмотреть какие процессы идут и что делается и здесь нужна вера здесь ну какая бы она ни была даже ну начни совсем на голом на пустом месте есть какие-то какие-то инициативы там огромное количество их тот список но подключиться и выбрать ту которая тебе подходит и действовать там максимально как бы это сейчас банально не звучало типа долбить долбить режим ты долбить долбить режим тут главное делать это для того чтобы не терять веру в то что мы можем победить вот сейчас самое страшное потерять веру верить в победу и делать максимально возможное ну по возможностям я не могу сказать что все давайте все завтра выходите на улицу это был бы самый правильный рецепт но учитывая и зная ситуацию которая есть ты понимаешь что люди опасаются за свои жизни и правильно делают поэтому вот делать максимально то что можно при этом не забывать своей безопасности верно я знаю что тебе надо писать новости ну мне уже можем уже ладно можем не писать сегодня давай что что еще спасибо тебе большое что ты пришел и спасибо тебе огромное за то что ты делаешь это действительно огромный вклад вообще во всю беларусь это бесценно это так приятно слушай нет ничего приятнее чем из давай еще скажу я уже если начал говорить уже проблема даст но и говори да 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 я про то что это очень вот то что очень помогает ну дальше в этом направлении работать и не чтобы не опускались руки это вот когда то что ты сейчас сказала мне это это очень приятно но вот когда люди пишут куда-то там в личные сообщения там инстаграм где-то в личку и или там где-то фейсбук когда тебе пишут и говорят вот типа спасибо мы смотрим это это круто и ты понимаешь вот это это очень мотивирует там первое время первых несколько месяцев на стране для жизни даже не мог читать нормальный комментарий потому что я больше всего уставал от комментария кто захватил канал тихановского верните тихановского мне я не могу я так злился слушание я прям кипел потому что мне хотелось сказать этим людям только одно бляха муха ребят мы в литве вот тут это делаем что значит верните тихановского он тебе так нужен ты знаешь где он все знают адрес никогда у тебя там комментарии верните тихановского и на нем полторы тысячи лайков вас полторы тысячи человек идите в это жодина и забирайте его вы знаете где он что вот меня хотите я туда въеду дальше чем граница не доеду вот поэтому да это было очень тяжело и поэтому с комментариями сложно я часто говорю что я их вообще не читаю чтобы не с эти смо но почитываю да приятно посмотреть на какой-нибудь лесный комментарий и вот когда ты в личку получаешь думаешь ну все не зря все не зря вот там есть там десять человек которые тебе пишут стабильно и ты думаешь вот ради вас ребята вот мы можем работать дальше мотивирует что не дает тебе выгорать скажем так ну наверное команда с которой мы работаем вот они не дают выбирать и ну надо отдать должное если бы я приходил домой и мне выносили мозги по поводу того что меня всегда нет дома и что у тебя вот тут вот дети что там твоя беларусь ну моя супруга на гражданка литвы вот поэтому она в целом могла бы так говорить я бы даже сделал вид что понимаю почему на так говорить но вот этого нет и а я понимаю что это может быть есть разные примеры у меня среди знакомых я понимаю что это может быть и думаю так вот это как бы уже мотивация да тебе не говорят что молодец иди иди дальше вообще не приходи домой побеждай да но и в обратную сторону тебе не говорят и это уже мотивации плюс команда с которой мы здесь работаем это очень помогает потому что ну вот там был период я говорю пару месяцев когда я представлял какой негатив я с собой ношу постоянно на работу вот сюда вот в студию там мы это было сложно и хорошо что рядом были люди которые могли немножечко по остудить это все и там эти все шутки прибаутки какой-то внутренний движ он очень он помогает да вот это помогает не выгорать давай вот представим ситуацию я знаю что сейчас проходят суды по тиханов скому сергею и возможно такой расклад что его все-таки посадят ну мы знаем что не на один год будешь ли ты продолжать вот эту деятельность вести новости слушай а почему нет ну мне кажется что это как раз таки не может быть не может быть демотивация это скорее наоборот мотивация хотя я прекрасно для себя осознаю что я нахожусь на этом месте до тех пор пока на это место не придет человек который вот ну начал всю страну для жизни скорее если вдруг ну у нас сейчас там удивительные вещи вот эти начинается торг политзаключенными в обмен на такое типа давайте вы не вводите санкции нам на них плевать конечно пожалуйста не уводите давайте мы вот в этом протосевича выпустим под домашние тогда вот жалкие вот эти вот знаешь как раньше был рынок рабов вот сейчас у нас рынок политзаключенных беларуси вот эти торги но давай представим себе ситуацию что вот идет суд по тихо по делу тихановского и вдруг тихановскому говорят что так вы там за те 900 тысяч деньги заплатить и в целом вы свободны ну вот если представить такую ситуацию то ну вот он свободен да как-то попадает в литву садится ведет новости вот тогда наверное я не очень буду нужен в новостях я найду какой-нибудь другой проект сделаю все в порядке но почему это должно димы димы тит и наоборот мотивирует нет я не говорю дим мотивировать просто планы на будущее планы на будущее есть планы на будущее но в ближайшее время я думаю что план на будущее так давай так до победы здравого смысла и белорусов во всей этой затянувшейся войне надо все своими языком называть в моих планах везде присутствует вот страна для жизни youtube канал то есть он никуда не денется есть еще какие-то планы там идеи но это все скорее параллельно чем отказаться здесь ну не конечно можно эмоционально выгореть вот я выгорел поэтому я откровенно говорю да вот сейчас я не переутруждаю себя работает даю себе момент вот чуть-чуть перезагрузиться это здорово я думаю так всем белорусам надо сделать немного перезагрузиться это надо и знаешь почему это сделал потому что какой-то момент начинаешь понимать что вот это ощущение что революция осталась только у тебя в голове потому что есть огромное количество друзей и знакомых в беларуси ты открываешь социальные сети листаешь stories stories в инстаграмах и фейсбуке и понимаешь что ты весь на инф на войне вот на информационном фронте а люди на шашлыках и ты такой бляха-муха и тут а с другой стороны у тебя огромное количество новостей про суды и задержания там пытки ты думаешь как так происходит две параллельные реальности какие-то вот которые две жизни которые идут рядом стране одни у одних суды у вторых шашлыки и ну я прям сходил с ума от этого дай дал себе возможность вот там два дня в неделю три ты на работе все остальные дни ты по абсолютно другим делам стараясь не не открывать телеграм например очень помогает информационная разгрузка прям чувствую может быть даже еще какой-нибудь совет как научиться не пропускать вот все это через а не дам я такой совет ну что я не знаю у меня нет нет такого совета как это не пропускать через себя мне кажется что слушай должен быть просто информационный детокс какой-то и я думаю что он очень многих сейчас происходит потому что это видно по подписчикам и и даже не по подпискам а подпискам и просмотром абсолютно на всех каналах да вот как youtube просел страны для жизни я понимаю почему я бы тоже сошел с ума себе мне каждый день и там мальчик с девочкой ну короче как я нас себя молодым сделал вот там есть селин кофе сабиева на стране для жизни которые рассказывают изо дня в день как все ужасно и плохо потому что рассказывать о том как хорошо но это не совсем справедливо потому что все же отвратительно так в общем в картине и ну это можно сойти с ума от этого поэтому люди стараются этого меньше смотреть смотрят это не так часто отписываются и это заметно абсолютно на всех каналах но не на всех ладно есть там парочка ресурсов когда которые набежали люди на пи вот в пик активности всей там летний активно и летний осенний и там остаются но практически все просела сейчас и я думаю что это нормально это попытка людей не сойти с ума как не пропускать через себя но не как ты все равно это пропускаешь можно не пропускать через себя ну быть не знаю тебе надо быть циничным и даже где-то оскотинившимся чтобы типа да и вы меня это не касается ну так не может быть касается очень касается каждого важно осознавать степень этого касания и но все равно как-то фильтровать это надо вот и говорил в самом начале когда мы начали с тобой вести вот эту беседу о том что ты стараешься немножко как-то поверхности смотреть не так глубоко пропускать через себя потому что можно было сойти с ума да это ты просто черствеешь просто слушай это сложно но ты принимаешь факт вот те пишут моего сына пытают ему там нужны таблетки мы их не дают и в первую там пару месяцев назад и прям сходил с ума от этого я понимаю я здесь делать ничего не могу спокойно что я могу сделать я могу об этом рассказать я могу им отписать человеку какое-то сообщение скажешь смотрите не падайте духом все будет хорошо обнадежить его может быть зря но это тоже люди пишут потому что им тоже нужна поддержка хоть какая-то ты говоришь что вот смотрите идет этот процесс и все в порядке да это долго но вы там не сдавайтесь и какие-то советы там что что можно куда обратиться чтобы как-то там и и таблетки начали давать и в общем чуть получше было это содержание в тюрьме но чуть больше рационализма наверное вот ты когда рационально так успокоился выдохнул четко разложил тебе самому легче но и не знаю я не нет 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 какого-то рецепта как не впускать себе эти эмоции я не психотерапевт не психолог я не в курсе а вот свои вот эти эмоции после всех этих сообщений ты не вносишь семью наверное нет нет не вношу я их проблема в том что их разношу по рабочему месту и я знаю что от этого неудобно людям может быть но слава богу в литве сняли карантин и и есть возможность ну не знаю вот для меня там есть выхлоп какой-нибудь я вот захожу в спортзал и например кручу этот велосипед или там типа как на лодке гребешь сидишь часа два тебя это просто ты там все что хотел подумал из тебя физически это все вот через поры вышло и становится легче вот ну да наверное это единственный рецепт это же такое типа очень важно переключать свою деятельность если ты устал морально и устал работать головой значит надо поработать руками если бы я в беларуси был можно было бы поехать к деду на огород но тут огорода нет поэтому не лопата вот ну где-то физически физически надо вот прям выгонять из себя это у меня такие рецепты я не говорю что это но сработает на всех нет есть люди которые пьют ну есть же такие люди потом спиваются я очень скажу я прям был период когда под виски он очень помогал но потом ты в один момент понимаешь подождите на этой неделе если прикинуть подряд два дня вот не не пил эти свои там 100 фронтовых вот и думаешь надо прекратить это дело ну правда кого как тут все прекратил ну сейчас не все значит прекратили же не говорю что это как у озаренка да когда человек приходит в эфир и со с выбитыми глазами там и в магазине постоянно водяру покупает но нет не так но это все равно ты там позволяет где-то выходной день вот но это важно делать не не дома не на работе вот это выезжаешь в приятной компании вот давайте он будем называть рыбалка и там отдыхаешь себе порт портит себе печень да потому что это очень вредно алкоголь это вредно я должен был это сказать почему узнали а яска ты корень да зачем это рассказывать да у меня есть вредные привычки и если я покуривал назовем это ладно ну курильщик да я курю на то что было со мной там вот как я курил зимой так я в жизни не помню беда курил потому что ты просто уже все это нервная нервная да это просто ты просто не если ты не в помещении ты не достаешь сигарету это ужасно сейчас да сейчас я очень поставил себя в рамке попроще стало надо смотря на своих хороших еще чем-то занимаешься ты хочешь спортзал ну смотри да это есть плюс ну как хожу я же не буду говорить что спортсмен я хожу туда в своих фантазиях каждый день на практике ну дай бог там два раза в неделю дайте да ну уже хорошо да уже проще ну что то что ты делает делаешь хорошие да все время ты но это нормально быть для меня нормально быть недовольным собой но я вот все пытаясь научиться делать так как мне часто подсказывают что надо во первых собой быть чаще довольным иногда похвалить себя и понимать что но ты в целом молодец ты делаешь максимум хотя одну так видимо получилось такое воспитание такой культурный код бэкграунд вообще весь самого детства что я всегда вот если что-то не так вот я живу по этому принципу нужно начинать себя значит я во всем виноват где-то плохо значит я виноват в что-то потом понимаешь блин что же все время себя это так недооцениваешь ну я с других а других нет у меня есть нет же такого что что значит других других явно ты на других смотришь и думаешь вот ты же видишь что человек что-то делает какие-то хорошие правильные вещи поступки думаешь он молодец ты же не знаешь что он там думает переживает всякий раз когда ты думаешь этот человек вот который там ну неважно вот он чем-то занимается в белорусской повестке там любой из лиц демократического движения думаешь ну вот делают вот это могли бы еще вот это вот это ну наверное нет времени про себя когда ты думаешь ты мог бы еще вот это вот это но нет времени ну блин надо найти плохо нехорошо лень вот сама критика есть у нас ты больше такой перфекционист есть нездоровый перфекционизм и он у меня присутствует поэтому я его сейчас сижу и понимаю что сейчас надо пойти дописывать новости и я буду очень часто себя злиться нервно писать потому что я сейчас вспомнил что мне там написано и понимаю что мне не очень нравится вот перфекционизм должен быть здоровым знаешь такой нездоровый перфекционизм я знаю что я не сделаю это идеально поэтому я вообще это нахрен делать не буду вот у меня это есть и это отвратительно просто если тебе надо бороться я надеюсь что ты это поборешь потому что на самом деле я смотрю очень много твоих новостей они на самом деле крутые очень интересно все рассказываешь поэтому а также подписывайтесь на канал знания для жизни ставьте лайки а еще есть место отдушина вот-вот продушину кстати мы запустили такой канал называется новый канал и это такая отдушина потому что там есть парочка таких эфиров на которых ты можешь садиться и не держать себя в максимально каких-то интеллигентных рамках и вот этой я никогда не учился журналистики но есть какая-то этика я ее всячески нарушал там первые полгода то эмоциональное было это можно вот сейчас стараешься держать себя но максимально прилично цивилизованным человеком но есть новый канал сейчас появится тоже подписаться ну давай уже рекламируемся да и там классный канал подтверждаю да там такое больше интертейнмент конечно развлекательный контент но тоже он трансформируется постепенно и там есть до момент когда ты просто может как мы с тобой общаемся без там особо себя не не в каких-то рамках не держишь и по душе вот говоришь там говоришь от души иногда говоришь вещи которые ты бы не сказал на стране для жизни потому что есть знаешь есть такая штука вот критикуешь предлагаю у меня это проблема потому что я могу где-то там покритиковать вообще я сейчас говорю не только про тех кто там захватил власть беларуси про тех кому никак не дается не удается например занять место которое народ ему определил там ну то есть есть моменты которые в целом достойны критики ну такой здравый и ты не можешь это сделать новостях потому что если ты уж так критикуешь ну дай хотя бы какой хоть минимальное предложение вот в целом можно было бы вот так потому что ты не это не могу сделать новостях потому что нужно взвешено там нужно на это много времени там надо посвятить месяц тому чтобы один абзац написать как стоило бы делать вот и все взвесить а вот на есть канал на котором ты можешь говорить вот так не работает и в полушутку рассказывать как бы это работало мне от этого легче я выговариваюсь там и все чики-пики и здесь выговариваюсь сеанс психотерапии подходит концу даже спасибо тебе еще раз я знаю что тебе действительно надо писать новости поэтому а вы друзья подписывайтесь на новый канал на страну для жизни и на знания для жизни на все для жизни как живи беларусь спасибо спасибо же